Максим Кавтаев Я расследую уголовные дела определенной категории, то есть непосредственно чем занимается дознаватель. А какие это дела? Дела небольшой средней тяжести. К данной категории относятся дела, это фиктивная постановка на учет иностранных граждан или лица без гражданства на территории Российской Федерации. Расскажите, в чем состоит суть вот этого постановки на учет? Граждане Российской Федерации приходят или в многофункциональные центры, либо в управление по вопросам миграции и за денежное вознаграждение, имея корыстный умысел, ставят фиктивно иностранных граждан на учет по адресу своей регистрации, либо своей собственности. То есть, правильно я понимаю, появляется человек, который хочет зарегистрироваться, получить временную прописку в Рязани, и он через посредника или напрямую находит человека, который готов его у себя прописать? Совершенно верно. Как часто такое происходит? В последнее время в связи с наплывом больших мигрантов, конкретно в наш регион, в последнее время это очень часто происходит. А можно какую-нибудь небольшую статистику? За последние 10 месяцев этого года возбуждено 27 уголовных дел в отношении лиц, ставящих на учет данных иностранных граждан. Из них в данный момент 24 направлены в суд, по которым вынесен приговор. В основном это штрафы. А штрафы в каком размере? Ну, практика в нашем регионе, если человек попадается впервые и действительно раскаялся и признал свою вину, и обязуется больше такого не совершать, средний штраф от 5 до 15 тысяч рублей. А что происходит с мигрантами? Мигранты по данным уголовным делам проходят в качестве свидетелей. То есть на их в основном показаниях строится основная доказательная база. То есть они поясняют, что через знакомого, грубо говоря, посоветовали им обратиться в эту службу, в управление по вопросам миграции, для того, чтобы встать на миграционный учет. Через посредника либо напрямую находит человека, который за денежное вознаграждение может прописать его у себя в квартире, грубо говоря. За это он либо через посредника, либо напрямую отдает денежные средства, а потом документы передаются человеку, который идет в управление по вопросам миграции и ставит его на учет. Тем самым, не говоря сотруднику УВМ, что данный гражданин не собирается предоставлять данному гражданину жилое помещение для проживания. Почему такое происходит? Почему именно регистрируется временно и эффективно? Почему не зарегистрироваться? Почему не найти какое-нибудь место жительства? В адресах, где проживают самые иностранные граждане, то есть они снимают по договору найма жилья жилое помещение для проживания, и собственники данной квартиры, ну, грубо говоря, не хотят на себя брать дополнительное обременение по данному поводу, что надо идти, регистрировать, то есть вдруг он завтра пропадет, то есть они как бы все стараются обезопасить. А вот есть определенная категория граждан, которые хотят на этом наживиться, заработать легкие деньги. То есть приходят и выступают в качестве принимающей стороны. А вот вы говорите, есть какой-то посредник, через которого мигранты находят себе, скажем так, человека, который готов им сдавать квартиру. Что происходит с посредниками? А посредники, на самом деле, их очень сложно установить, потому что это обычно случайные люди, то есть и со стороны лиц, которые привлекаются, и со стороны иностранных граждан. Просто они, грубо говоря, знают, что можно поставить фиктивный учет и оказывают небольшое содействие. Также они у нас по уголовным делам проходят в качестве свидетелей и допрашиваются, то есть что они реально думают, что гражданин хочет их поставить на миграционный учет и само собой полагаемо, что иностранец будет проживать в этой квартире. То есть то, что в отношении гражданина, у которого возбуждено уголовное дело, что он из корыстных побуждений именно за денежное вознаграждение это производит, то есть они обычно не знают об этом. А тогда злостные разрушители среди людей, которые регистрируют у себя мигрантов, такие есть? Да, есть такие. Неоднократно попадались граждане, которые получали, уже были осуждены, получали штрафы относительно уже большие, и все равно продолжают эффективно ставить иностранных граждан на учет по адресу своей регистрации. Люди, которые ставят у себя на учет иностранных граждан, они разные категории? То есть это мужчины, женщины, пенсионеры или это какая-то определенная группа людей? Нет, это совершенно, то есть разные группы людей, в основном они идут на данное преступление ввиду того, что не хватает банально денежных средств. Это может и большие семьи, это и бабушки, дедушки, у которых пенсии слишком маленькие. То есть любым способом пытаются заработать себе на жизнь, но те самые они не знают, что, грубо говоря, за это предусмотрена уголовная ответственность. Никто их, ни знакомые, ни предупреждают. Когда они приходят к сотруднику ВМ, сотрудник ВМ и в письменной, и в устной форме разъясняет им, что есть такая статья, что за это предусмотрено уголовное наказание. Однако граждане почему-то не реагируют на это и доводят, говорят, дело до конца, ставят фиктивно иностранного гражданина, получают свои денежные средства и уходят спокойно домой. При этом много случаев, что даже в глаза не видят данного иностранного гражданина, кого они поставили на данный учет. Ставят всегда одного человека или бывает, что ставят по несколько человек у себя проживать? Сейчас у нас законодательство ужесточило данную статью. Сейчас максимум можно поставить двух иностранных граждан раз в три месяца. То есть после того, как три месяца проходит, данные иностранных гражданин автоматически аннулируются с адреса. Иностранным гражданам приходится заново продлевать регистрацию на территории РФ. Но обычно бывает, что это у других происходит. То есть каждый раз иностранный гражданин меняет свое место регистрации. А регистрируются они всегда на определенный срок или срок регистрации возрастает со временем? Со временем первичная регистрация – это месяц, потом до трех месяцев и потом растет геометрическая прогрессия. То есть срок пребывания на территории РФ. То есть я правильно понимаю, что чаще всего они регистрируются на месяц и по истечении этого месяца регистрируются на другое место жительства? Да, совершенно верно. Таких людей легко вычислить или нет? На самом деле очень сложно вычислить. В Управлении по вопросам миграции МВД России по Рязанской области имеется определенная база. Также проводятся рейды совместно с участковыми, уполномоченными разных отделов, где выясняются, то есть проверяются уже лица, которые привлекались по данной статье, проверяется их база, в плане того, что кого-то еще они поставили на учет или не поставили. Также проверяются иностранные граждане, которые поясняют и рассказывают, где они зарегистрированы, где проживают. Ввиду этого, то есть собирается полная картина и выявляются лица, которые ставят на учет иностранных граждан. А как часто проходят такие рейды? В настоящее время проводится операция нелегал. То есть большая часть сотрудников по всей области задействована на поиски лиц иностранных граждан, которые нелегально находятся на территории РФ. А также из доверительных бесед выясняется, что иностранные граждане, у которых с документами на данный момент все в порядке, проживают не по тем адресам, которые у них указаны в регистрации. Впоследствии, где отрабатываются данные адреса, участковый уезжает на место и устанавливается, что иностранные граждане по данным адресам не проживают. Также у соседей спрашивается, появлялись когда-либо иностранные граждане в соседних квартирах. То есть тем самым выявляются данные факты, впоследствии материал собирается и передает, в частности мне, для возбуждения уголовного дела, расследования его и направления в дальнейшем суд. А вот мигранты, они же временно регистрируются в том месте, где они не проживают, а где они проживают в этот момент? Обычно они по нескольких человек снимают квартиры в разных частях города, бывают частные дома где-то за городом недалеко. По большому счету они там только ночуют, потому что целый день они проводят на работе. То есть, грубо говоря, они снимают квартиры один человек, проживает может быть там 4-5, бывает и больше. Мигрант, если он зарегистрировался и зарегистрировался, он фиктивно, не проживает в том месте. Когда ваша служба устанавливает, что он там не живет, он проходит свидетелем по делу и его, соответственно, выписывают. Что обычно делают дальше люди в таких ситуациях? Они перерегистрируются на другое место или регистрируются... Что обычно происходит в таких случаях? Знаете как, что пока у него не закончилась регистрация на данном адресе, никто его выписать не может. После того, как заканчивается регистрация, по данному адресу гражданин иностранный опять же идет или в МФЦ, либо в управление по вопросам миграции и продлевает свое нахождение на территории РФ уже по другому адресу. То есть, если, допустим, он зарегистрировался на три месяца, прошло два месяца, узнали, что он живет там... Не живет там. Да, что он не живет там, и он все равно доживает этот месяц по этому адресу? Он не проживает по этому адресу, у него есть жилье другое, то есть он проживает там. Но пока эта регистрация не истечет, следующее не появится. Совершенно верно. Может, могут ли зарегистрировать мигранта на чей-то адрес без ведома человека? Бывают такие случаи, то есть, грубо говоря, семья из нескольких человек, глава семьи, допустим, отец, ввиду того, что финансовые сложности возникли, откуда-то узнает, грубо говоря, от своих знакомых, что можно, придя к ЗАНИУВМ, эффективно поставить иностранного гражданина на учет. То есть, потом, когда выясняется этот факт, приходим в эту семью и выясняется, что лица, с которыми он проживает, то есть его семья, не знают, что у них на адресе числится иностранный гражданин. То есть, такое бывает часто относительно. Но без ведома человека, то есть, если человек проживает один в квартире, и без его ведома туда кого-то вписать не получится? Возможно, если гражданин, который поставил на фиктивный учет иностранного гражданина, там зарегистрирован. Или имеет долевую собственность, грубо говоря. И такие случаи тоже бывают? Да, много таких случаев. Вы говорили, что иногда есть посредник между мигрантами и, скажем так, людьми, которые регистрируют у себя этих мигрантов. Когда посредника все-таки находят? Нет, посредника бывают случаи, что находят. Он также проходит в качестве свидетеля. То есть, поясняют, что они не знали, что данный гражданин не будет предоставлять помещение для проживания иностранному гражданину. То есть, они проходят в качестве свидетеля. Опять же, тоже один из основных свидетелей является данный посредник, как вы выразились. Какие мероприятия планируется проводить? Какие акции, рейды планируется проводить в ближайшее время? Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что это уже от нашего управления зависит, когда запланированы определенные рейды. Хотелось бы обратиться к гражданам, которые собираются или поставили только иностранных граждан на учет, что незнание закона не освобождает об ответственности. То есть, если вы поставили иностранное гражданин на учет, будьте добры предоставить ему жилое помещение для проживания. Если нет, то наступает уголовная ответственность. Максим, спасибо, что были с нами, ответили на наши вопросы. В эфире была программа «Городские встречи». Ее ведущий Валерий Седов. В гостях у нас был Максим Кавтаев, дознаватель МВД России по железнодорожному району. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова